Насколько коррумпирован был Минздрав при прошлой власти? Какие черные схемы работали там? Давайте прямо сейчас разберемся. К нам Александра Павленко подъехала, первый замминистра здравоохранения. Вечер добрый, здравствуйте, Саша. Скажите, ну вы же не из чиновничьей среды, вы же юрист, вы из юриспруденции в эти кабинеты властные пришли. Вас саму шокировали те масштабы коррупции, которые были при прошлой власти в Минздраве? Шокировали, безусловно. Я с уверенностью могу сказать, что Министерство охраны здоровья было практически самым корруппированным министерством, по крайней мере в тройку лидеров точно входило. Вы можете рассказать, а какие схемы там работали, на чем зарабатывали? Безусловно, номер один вопрос, это вопрос закупок государственных, потому что система была выстроена таким образом, чтобы практически в торгах участвовали компании, которые заранее знали, что они будут победителем. И, буду говорить простым языком, участвовали в распиле государственных средств. А, то есть давайте поясним, чтобы зрителям было понятно, закупки лекарств за государственные средства, за бюджетные средства по завышенным ценам. Да, безусловно. На сегодняшний день, например, стоимость закупок и бюджет, который выделен на 2015 год, составляет практически 4,5 миллиарда гривен. Можете себе представить, безусловно, раньше это было меньше, потому что курс был меньший. Можете себе представить, насколько серьезно была построена коррупция для того, чтобы эти деньги гарантированно попали определенным людям в карман. Я вам честно скажу, до сих пор в обществе есть разговоры о том, что при новой власти работают старые схемы. Мы это прекрасно понимаем. На сегодняшний день эту систему мы меняем. Мы для себя приняли такое решение. Каждый документ, который легально оформленный из правоохранительных органов, либо из судебной системы, заходит на исполнение в МОЗ, он исполняется в течение двух, максимум трех дней. Мы проводили и обыски, и содействовали выемкам документов. Мы ничего не блокируем. Безусловно, для новой системы, для страны это очень важно, потому что ранее добиться чего-то от МОЗа, или получить документы, которые были, безусловно, коррупционной составляющей, было практически невозможно. Я вас правильно услышал, что то, что называется корпоративной солидарности, сейчас нет. Вот честь мундира никто не отстаивает. Потому что, скажу вам честно, при прошлом руководстве, причем не только при Богатыревой, но и при предыдущих министрах, сознательно наверху блокировались какие-либо уголовные дела, какие-либо расследования против людей, являющихся частью системы, просто для того, чтобы это не разрушило саму систему. Ну, безусловно, мы понимаем, что покрывало всегда, и все в этой стране только верхушка. Смотрите, вот когда мы говорим о борьбе с коррупцией, важно понимать, что самая главная составляющая в борьбе с коррупцией, это новые совершенно правила. Когда вы меняете правила, очень много коррупции просто исчезает сама собой. Она не может существовать в рамках новых правил. Ну, потому что старые правила были выстроены для того, чтобы существовала коррупция. Конечно. В МОЗе коррупцию никто не возглавляет. Мы на каждом аппаратном совещании пытаемся достучаться до сотрудников и объяснить их, что система, когда они были зажаты и взяты за горло, когда они должны были кому-то что-то заносить или где-то что-то собирать, она исчезла. Мы обратились к сотрудникам, что, пожалуйста, определитесь, кто готов работать на благо страны, вы можете остаться. Мы готовы выявить любого инициативного человека. Мы не готовы работать только с руководителем структурных подразделений. Мы хотим видеть самого маленького клерка, который растет в этой системе, у которого есть идеи. Очень многие люди на самом деле согласились работать на... Подождите, а вот вы говорите собирать, заносить. Это действительно было в Минздраве? Вот как гаишники, что ли, работали, которые там на дороге тормозили водителей, собирали деньги, отдавали выше, еще выше, еще выше. Мы говорим в целом о коррумпированности системы. Мы никогда не сможем посчитать. На самом деле государство никогда не сможет посчитать окончательно, сколько уходило кому в карман. Мы говорим о том, что факты очень яркие. И если мы будем копаться в цифрах, ну, вероятно, нам придется нанимать аудиторов, во многих случаях мы и будем такое делать, но мы говорим о будущем. Мы говорим о будущих деньгах, о том, как это будет строиться, о том, сколько будет места прозрачным процедурам, где нам придется по-прежнему бороться с коррупцией. Я бы комментировала больше события. Хорошо, но я все-таки немножко вот опущу на землю. Для людей, которые нас сейчас смотрят, для тех миллионов зрителей, которые следят за нашим разговором, для них есть очень важный момент. Разумеется, они хотят, чтобы боролись с коррупцией, все мы этого хотим. Но каждый день они приходят в аптеки, каждый день все больше чек, когда покупаешь какие-то лекарства. И каждый день все больше опасений. А вот за эти огромные деньги не куплю ли я подделку? Саша, вот по вашим данным, какой процент лекарства в Украине фальсификат? Справедлив ли этот миф о том, что в Украине чуть ли не каждое второе-третье лекарство это подделка? Ну, я скажу так. Безусловно, яркие конфликты, связанные с контрафактной продукцией, безусловно, в Украине были. Но сказать о том, что есть глобальные масштабы, наверное, не приходится пока так говорить. Сейчас достаточно сложно сказать о количестве контрафактной продукции в стране, потому что был введен мораторий на проведение проверок. И в том числе этот мораторий, к сожалению, выпал и на часть скассарственной лекарственной службы, которая осуществляет эти проверки и контроля качества. То есть контролирующие органы, простите, не могли прийти в аптеку, сделать закупку, посмотреть, чем торгуют? Да, к сожалению, в последнее время нет. С одной стороны, проверки, безусловно, в нашей стране были злом. Если говорить о тех проверках, которые осуществлялись... Приходили, просили денег. Да, приходили, просили денег, все верно. Но если мы говорим об обоснованных проверках, о тех, которые горят, которые нужно совершить, потому что это, на секундочку, вопрос безопасности страны, и что страна потребляет, лекарственные средства, это товары, в принципе, серьезного употребления, это социально значимые товары. Мы обратились сейчас в государственную лекарственную службу для того, чтобы получить данные о том, объективно, где необходимо совершить проверки, где, по каким фактам уже очень много поступило жалоб, и где действительно нужно выйти проконтролировать качество. Сейчас идет взаимодействие с государственной лекарственной службой на то, чтобы получить вот эти яркие, кричущие факты, по которым стоит провести проверку. Ну а с ценами что делать? Вот приходишь в аптеку, покупаешь самые необходимые лекарства, выкладываешь вдвое, втрое, в четверо, больше, чем раньше. Государство вообще способно контролировать цены на лекарства? Вы, как руководитель министерства, первый замминистра, вы можете сделать что-то, чтобы сдержать, и самое главное, чтобы аптеки, ну вот эти там 30-40, кто 50% не закладывали, не наживались на больных? Безусловно, мы понимаем, что импортеры, люди, которые ввозят, это бизнес, и очевидно, он закладывает себе ту маржу, на которой он сможет в случае, если опять произойдет резкий скачок, все-таки бизнес свой сделать успешным. Но это неверно. Важно, чтобы люди понимали, что в Европе, в мире существует много инструментов, которые влияют на цену. Например, такое новое для нашего человека понятие, как реимбурсация. Это фактически возмещение денежных средств, которые человек потратил на покупку лекарственного средства. Сейчас мы запускаем его как пилотный проект по инсулину, для инсулино-зависящих людей, как товар очень важной значимости. И перейдем до конца года, нормативно введем этот инструмент глобально на более широкий спектр лекарственных средств. Я вас правильно понял, что лекарства дорогие для тех, кто может заплатить, и при этом, если люди купили дорогие лекарства и денег у них нет, либо они в какой-то особой категории льготной, то им государство вернет часть стоимости или всю стоимость. Вот так это работает? Да, конечно. В мире это работает, на самом деле, в разных комбинациях. Мы говорим сейчас о том, что есть сама система, которая позволяет возместить человеку его потери, которую он понес вследствие приобретения лекарственного средства. У меня тогда самый последний вопрос. Система здравоохранения годами была коррумпирована. Вы, министр Квиташвили, вы сейчас чувствуете сопротивление, вот бешеное сопротивление тех, кто не хочет эту систему ломать? Именно бешеное сопротивление я чувствую. Ну, так и есть. Буду говорить правду, безусловно, чувствуемое. Но мы понимаем, что нам надо работать со всеми. И с теми, кто конструктив предлагает, синергию, кто приходит спокойно со своими предложениями, пишет, настаивает. И с теми, кто кричит. Надо уметь работать со всеми. Я думаю, что время покажет, и оно будет в пользу всех. Ну, чудесно, что у нас конструктивный диалог получился, что до крика не дошло. Знаете, у меня бывает, бывает, бывает со многими гостями. Спасибо, что были в студии. Спасибо большое.